Здарова, братик! Сегодня у меня для тебя страшно интересное видео, в котором я расскажу тебе о самых лучших мобильных играх в жанре хоррор. В этой подборке тебя ждёт более 10 мобильных проектов, которые способны напугать не только классическими скримерами, но и гнетущей мрачной атмосферой. Заранее прожимай мне свой царский, отцовский лайкосик, и погнали смотреть. Сейчас, погоди мне, кто-то звонит. И, конечно, напоминаю, что абсолютно все игры из моих видеороликов ты совершенно бесплатно можешь скачать в моём Телеграм-канале. Там ты найдёшь не только игры из этого и других моих роликов, но и огромную кучу других не менее годных проектов. Поэтому, если тебе понравилась какая-то игра из списка, то не нужно идти искать её в Гугле. Ты можешь просто скачать её в моём Телеграм-канале. Ссылочку на Телегу я оставил в описании, залетай туда, нажимай на тег игры от Евгена и забирай то, что тебе нужно. Ну а теперь, приятного тебе просмотра. Амнезия Открывает нашу страшную подборку классический хоррор на выживание от первого лица, портированный с ПК на Андроид. В своё время, а конкретно в 2010 году, именно эта игра дала большой пинок всему жанру хоррора. Одна из главных фишек Амнезии – это рассудок главного героя. Каждый раз, чтобы он у вас не падал, нужно будет находиться под светом. А для этого вам нужно будет собирать масло для фонаря или огнева, чтобы зажигать свечи или лампы в своём окружении. А как только шкала рассудка понижается, то будьте готовы наложить штанишки. The Dark Pursure А это ещё один классический хоррор, но на этот раз от российских разработчиков. И пусть вас не пугает этот занимательный факт. Это тот самый случай, когда русские ребята не обосрались. По сюжету вы играете роль детектива, которому предстоит расследовать серию загадочных исчезновений в небольшом городке. Вы столкнётесь с ужасающими существами, которые скрываются в тени. И вам придётся использовать свою смекалку и оружие, чтобы выжить в этом мире. Из плюсов – довольно внушительный арсенал для борьбы с монстрами. Что на фоне аналогичных проектов, в жанре так называемых догонялок, значительно выделяет эту игру и делает её геймплей более интересным. В целом, на то, чтобы пройти эту игрушку, вам понадобится примерно 8 часов. Что для игр в данном жанре довольно неплохо. Серия игр Mental Hospital Игры этой серии стелс-хорроров начали покорять мобильный рынок ещё в далёком 2015 году. Заполучив неимоверный успех среди мобильных геймеров, разработчики уже на протяжении 8 лет не перестают радовать фанатов новыми частями. В данный момент серия насчитывает уже 8 игр. И как по мне, это тот самый случай, когда игру можно назвать идеальным хоррором. Здесь для этого есть вообще всё необходимое. Очень напряжённый из-за чувства постоянного страха геймплей и сковывающая атмосфера. Страшные монстры, внезапные скримеры, хорошее звуковое сопровождение. Да, возможно, первые части оттолкнут вас своей графикой. Она здесь была довольно простая, но примерно с четвёртой игры она на высочайшем уровне. По сюжету вы играете за репортера небольшой газеты, которая отправляется в самые разные локации для написания громких репортажей. Например, в шестой части главным местом действия станет заброшенная психиатрическая лечебница Санта-Моника, где по сообщениям местных жителей пропадают люди. Визуально игрушка очень сильно напоминает игры серии Outlast. Здесь вы тоже играете за репортера и у вас в арсенале также есть камеры, через объектив которой вы можете просматривать тёмные места. Если вы любите Outlast, то эта игра вам совершенно точно понравится. Alien Isolation. И ещё один очень достойный порт с ПК с потрясной графикой и нереально страшной атмосферой. По сюжету, минуло 15 лет после событий фильма Риттли Скода «Чужой». После исчезновения корабля Нострома, повзрослевшая дочь Эллен Рипли, Аманда, так же как и мать, работает на компанию Вэллен Тьютони и на протяжении долгих лет продолжает искать мать. Однажды с Амантой связывается андроид и сообщает, что найден чёрный ящик с корабля её матери. Он прямо сейчас находится на торговой станции Севастополь. И получив крупицу надежды, Аманда с командой отправляется на станцию, где прямо сейчас происходят страшные события. Вот она вся завязочка этого интересного сюжета. Игровой процесс разделили на так называемые два блока. На схватку между мародёрами, которые орудуют на станции, ну и, конечно, классические прятки с чужим. Если соберётесь проходить эту игрушку, то будьте готовы потратить на неё около 20 часов реального времени. Без шуток, порой мне казалось, что эта игра очень сильно затянута. Кстати, братик, чуть не забыл, в моём телеграм-канале я уже опубликовал парочку очень годных хорроров, которые не попали в итоговую версию этого видео. Игрушки вот реально годные, мне их не стыдно тебе рекомендовать. Ссылочка в описании, там ещё больше интересных игр. The Comma. Довольно необычный 2D хоррор квест, события которого развиваются в некой заброшенной школе, населённой призраками. Вам предстоит вжиться в роль молодого корейца по имени Йонха, ученика этой школы, которая ещё совсем недавно была самым обычным и ничем не примечательным учебным заведением. Но однажды Йонха уснул на уроке, а когда проснулся, оказался запертым в её стенах, среди трупов собственных одноклассников. Если описывать игру кратко, то перед нами кошмар на улице Вяза, но без старины Фредди. Вам предстоит собирать предметы, записки, решать небольшие логические задачи и, конечно же, избегать убийцу монстра, что будет бесстрастно следовать за вами. Из плюсов довольно привлекательная рисованная графика, довольно неплохой сюжет и вариативность прохождения. Да-да, от ваших действий и решений будет зависеть то, каким будет финал. Концовок здесь несколько. Однозначно рекомендую попробовать перед сном. Players of Fear А этот хоррор затрагивает тему так называемого психологического ужаса. Основное его достоинство среди всех игр в сегодняшнем списке это очень крутой сюжет. Вам предстоит сыграть за художника, единственная цель которого закончить свой величайший шедевр. Одна из фишек игры — её игровой мир, который сделан по мотивам реальных картин, архитектуры и декора 19 века, плюс многочисленные произведения искусства внутри игры. Но! Самое главное — это, конечно же, тот самый психологический ужас, с которым нас будет знакомить эта игра. Любой поворот камеры здесь может полностью изменить обстановку. Ещё секунду назад вы были на кухне, а повернув голову вправо, оказываетесь в коридоре. Таких пируэтов не только кровь в жилах стынет, но и начинает казаться, что ты сходишь, блядь, с ума. Гренни. Ну или, говоря по-русски, бабушка. Ставь лайк, если любишь бабушку. Это классические прятки, способные напугать вас до усрачки. Основная цель после того, как вы пришли в себя — свалить из этого чёртового дома. Используйте окружающую среду. Прячьтесь, бегите, прячьтесь снова, бегите снова, прячьтесь снова. Делайте всё, что можете, чтобы сбежать из этого ужасного места и не попасться на глаза и тря... А... Короче, это пиздец, как страшно. Lost Within. А это довольно атмосферный ужастик с хорошей графикой, интересным сюжетом и действительно пугающими сценами. Наши опасные приключения начинаются в заброшенном здании, внешне напоминающем больницу. В первых секунд становится ясно, что здесь мы не одни. В любой момент из-за тени на вас может напасть одно из многих опасных существ, буждающих в этом здании. После встречи с таким существом лучше бегите и ищите место, где можно спрятаться. Вас ждёт много дверей, много коридоров и лишь один выход, который предстоит найти. Да, это очередные классические прятки. Ну, хотя бы без обезумевших бабулек. Pagoten Memories. А это мой личный фаворит сегодняшней подборки, который я настоятельно рекомендую вам попробовать. Как по мне, на сегодняшний день это одна из самых лучших игр в жанре хоррор на телефон. Это самая атмосферная, самая реалистичная и самая лучшая, если можно так сказать, хоррор-оптимизированная игра. Это непревзойдённый шедевр. Если говорить кратко, то перед нами самый классический сурвайвл-хоррор, сочетающий в себе исследования, рефлексию, головоломки действия и выживание с геймплеем, ориентированным на леденящий душу страх. По сюжету вы играете за Розу Хоккенс, женщину, которая ищет пропавшую девочку Эдден. Она просыпается в странном неизвестном ей месте с пулевым ранением. По ходу поисков пропавшей девочки она понимает, что попала в центр страшной трагедии. Розе предстоит столкнуться со своими самыми глубокими страхами для того, чтобы разгадать леденящую кровь тайну. Одна из фишек и главных достоинств проекта, это, конечно же, её сюжет. Он здесь просто на 10 из 10. Вот просто после просмотра бегите ко мне в телегу, скачивайте игрушку и наслаждайтесь. Игра просто... Чок гузель. Это по-турецки за... Ну и, наконец, последняя игрушка сегодняшнего списка. Кейс Аниматроникс. Я уверен, вы все прекрасно слышали про эту игрушку. Мы её, кстати, как-то раз на стриме пытались проходить. Ох, сколько ж кирпичей тогда я отважил. Ты — детектив Джон Бишоп, который задержался в полицейском участке до глубокой ночи. От очередного кошмарного сна воспробуждает странный звонок от старого знакомого, который переворачивает всё с ног на голову. Полицейский участок оказывается отключённым от электричества, охранная система взломана и все выходы перекрыты. Но, поверьте мне на слово, это не самая большая ваша проблема. Вас кто-то преследует. Он сделан из металла и настроен убивать. Этих роботов называют аниматрониками. Разберитесь с тем, что происходит в полицейском участке и кто устроил это безумие. Собственно, вот она и вся завязка. Игра отлично оптимизирована под гаджеты. Даже самый старенький телефон может тянуть её на ультре. Интересный, захватывающий сюжет, полная российская локализация, огромное количество годных скримеров, да и в целом очень страшная пугающая атмосфера. И бесспорно, благодаря всем своим плюсам, аниматроники заслуживают сегодня самых высоких оценок. Это настоящий хоррор-шедевр для мобильных устройств. Обязательно попробуй, если не играл до этого. Ссылочка на скачку ждёт тебя в моей телеге. Ну а на сегодня, братик, это всё. Вот такая вот интересная подборочка хорроров у нас с тобой сегодня получилась. Если хотя бы одна игра из списка тебе понравилась, то не поленись поддержать это видео своим отцовским лайком. Каждый твой лайк мотивирует меня делать подборки ещё круче. И давай с тобой, братишка, прямо сейчас договоримся. Тысячу лайков под этот видосик, и я сразу же берусь за продолжение. Потому что о многих играх я ещё тебе, поверь, не рассказал. Когда я садился делать этот ролик, я вообще не ожидал, что столько годных хорроров есть на телефоне. Поэтому косарь лайков и дропаю вторую часть. Ну а с тобой, как всегда, был отец Евген. Подписывайся на мой канал, если до сих пор не подписан. Увидимся в следующем видео.